Трагедия в Тундре. Под лед провалился трактор с двумя людьми. Несчастный случай произошел в 35 километрах от Снежногорска на реке Халиль. Работники геологической компании проводили разведочные работы, им понадобилось переехать через реку. Лед не выдержал веса 16-тонного бульдозера. Он ушел под воду настолько быстро, что механизаторы пассажир не успели выбраться из кабины. Они утонули. В настоящее время спасатели пытаются поднять технику со дна реки. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. За прошедшие два дня в районах Норильска случилось несколько пожаров. Так, в КРК не произошло возгорание в общежитии. Горела комната на четвертом этаже. Площадь, охваченной огнем, составила 7 квадратных метров. Пострадали только мебель и прочая домашняя утварь. Тем не менее, огнеборцам пришлось провести спасательную операцию и эвакуировать 47 человек. Также медицинская помощь была оказана хозяину комнаты. Как позже выяснилось, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Это не единственное происшествие. Сегодня утром произошло возгорание в квартире на Толнахской, 49. Произошло возгорание светильника в коридоре. В ходе проведения разведки было обнаружено горение стен потолка мебели, находящихся в этом учреждении, на площади 12 метров квадратных. Также в этом случае пострадавших удалось избежать. После пожара жители дома обратили внимание на то, что уборкой сгоревших вещей и образовавшихся завалов занимались люди в робах, похожие на заключенных. По крайней мере, так утверждает один из очевидцев, обратившихся в нашу редакцию. Мужчина снял все происходящее на камеру сотового телефона. Вот как у него сложилась беседа с людьми, находившимися на месте. А где у вас главный? Здравствуйте. А что у нас? Заключенные мусор убирают, да? Из церкви сожженные. Хорошо, я выйду. Вы можете прокомментировать? Проходите, мужчина. Я на улице, я по-моему не захожу. Прокомментируйте, пожалуйста. Почему у нас заключенные убирают мусор? Никаких комментариев, идите, пожалуйста. Назовите себя, предоставьте документы, пожалуйста. Я гражданин Российской Федерации. Мы постараемся выяснить, кто были эти люди. Соответствующий запрос будет направлен в специализированные учреждения. И к другим темам. Скандал, связанный с именами героев Великой Отечественной войны, разгорается в Каннске. По кадрам с камеры видеонаблюдения весь город пытается опознать человека, который выбросил на свалку портреты ветеранов. Снимки, оформленные для акции «Бессмертный полк», нашла местная жительница. Когда сюжет об этом показали в местных новостях, тут же откликнулись родственники ветерана. И теперь весь город возмущенно гадает, кто осквернил память. Фотографии ветеранов в коробке рядом с мусорным контейнером нашла уборщица местной телекомпании. Естественно, уже в 9 утра ЧП знала вся редакция. Я вообще не понимаю этих людей, кто это сделал. Это кощунство какое-то. На снимках фронтовики-земляки. Тамара Памятных – лётчица. 205 боевых вылетов. Мефодий Жежель – танкист. Кто-то из журналистов вспомнит. В школьном музее есть экспонаты, посвященные Жежелю. Его мундир с наградами передала дочь. Журналисты предположили, портреты выбросил кто-то из школьников. В «Бессмертном полку» вот именно с Жежелем, Мефодием Петровичем, наши ребята не проходили. Для нас неожиданная, скажем, новость. То есть к нам никто не обращался ни за портретами. У нас это всё бережно хранится. В Каннске есть свой координатор акции «Бессмертный полк». Но записи, кто чей портрет нёс в колонне, никто не ведёт. Чтобы родственники выбросили портреты своих фронтовиков в мусорку, мне кажется, это какой-то нелепый случай. И я очень надеюсь, что это произошло случайно. Как только сюжет о портретах на свалке вышел в эфир, в редакцию позвонила родственница ветерана Мефодия Жежеля. Последние годы он жил у дочери в Старом Осколе. На малую родину писал письма. Он был родным братом моей бабушки. Он в 1940 году, как призвался в армию, он больше сюда не приезжал. Он прошёл всю войну. Армию он посвятил 37 лет своей жизни. В Воронеже он преподавал потом в институте. Эта газета о деле писали в Старом Осколе. Эта история всполошила весь Каннск. Мусорный контейнер попадает в обзор видеокамер. Журналисты выложили видео с человеком, который предположительно и выбросил портреты. И на редакцию снова обрушился шквал звонков. Молодого человека узнали, даже его номер телефона прислали. Но на звонки он не отвечает. По факту в полицию обратились и журналисты, и совет ветеранов. Но вряд ли молодому человеку смогут что-то предъявить. А портреты фронтовиков передали в штаб бессмертного полка. Теперь они точно не попадут на свалку. А 9 мая, скорее всего, их снова пронесут по улицам Каннском. Евгения Плотникова. Вести Красноярск. Благодарный отзыв норильчанину с самой дальней точки Востока страны. За хорошую службу Алексея Ефимова отметили в Уссурийске, где он проходил срочную службу. Главный военком Норильска пожал руку отцу солдата и торжественно вручил отзыв. Продолжит Татьяна Черкащенко. Мы горнимся вашим сыном. Все у вас будет здорово. Так держать. Знакомьтесь, вот он наш герой. Ушел рядовой, вернулся гвардии сержант. Закончив 11 классов в 28-й школе, поступил в индустриальный институт Норильска. А когда пришло время служить, взял академотпуск и отправился в военкомат. В учебной части я сначала там служил полгода. Нас обучали прыжкам с парашютов, стрельбе из разных видов оружия и немножко тактики. После учебной части уже распределили в боевую часть, в 70-м от стрелкового гвардейского бригада. Там уже было немножко попроще. Рано вставать, все делать быстро и четко. За время службы Алексей привык к военному распорядку. Вспоминает, как поначалу было тяжело, но ничего, за месяц втянулся. Помогла физическая подготовка. Не зря 10 лет занимался фигурным катанием, тейквондо, лыжами, скалолазанием. Приобретенные навыки пригодились. Его отец и сам был в армии, поэтому считает, отслужить должен каждый парень. Надо себя как бы уважать и не бегать. Именно самоуважение. Просто кто уклоняется, мне такое ощущение, что они сами себе не уверены, боятся все. Вот и все. Приятно получать благодарные отзывы из разных военных частей страны, где служат норильчане. С гордостью говорит начальник отделения призыва Людмила Яровая. Это уже четвертый положительный отзыв за последнее время. Ребята, не бойтесь. Это очень престижно. Это просто замечательно. Ребята приходят, мы их не узнаем. Они приходят ноги с сержантами. Вот поэтому не надо уклоняться от службы. Всего один год. В этом году около 300 человек планируется призвать с 1 апреля. Столько же ребят получат повестки и в осеннюю призывную кампанию. Тем, кто отслужит почет, уважение и дополнительные привилегии в виде льготного поступления в ВУЗы. У клонистов же ждут преследования и штрафы. К тому же о престижной работе, не отслужившим в армии, остается только мечтать. Ведь наличие военного билета – одно из главных требований работодателей. В Норильске полицейские всю ночь искали пропавшую 6-летнюю девочку. Накануне поздно вечером в дежурную часть поступило сообщение от женщины, что ее несовершеннолетняя дочь вместе с 10-летним сыном ушли гулять на улицу, но домой вернулся только мальчик. Он пояснил, что потерял сестру на городской елке. Женщина в течение двух часов самостоятельно искала ребенка, после чего обратилась в полицию. Для поисков девочки по тревоге был поднят весь личный состав норильской полиции. Полицейские проверяли улицы, елочные городки, подъезды домов. Поиски продолжались несколько часов. Найти девочку на улице удалось местному жителю. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже заявили, семья состоит у них на учете. Сейчас устанавливаются все подробности и проводится проверка. С ребенком все в порядке. В Норильске высадился студенческий десант. Ученики правового класса на практике узнали, каково это – охранять порядок и спокойствие граждан. Они принимали участие в рейдах ГИБДД, посмотрели экспертно-криминалистический центр и узнали, как работает отдел по делам несовершеннолетних. Накануне удалось поучаствовать в пешем рейде по автовокзалу. Подробнее расскажет Алла Далматова. Айшат Муратова на пешем рейде ППС оказалась единственной участницей. Сильный ветер и актировка по 11 класс пришлись очень не кстати. Однако боевую девушку это не испугало. Ей всего 15. Но со своим будущим она давно определилась. Я собираюсь поступать в университет МВД. Я хотела бы узнать, чем они занимаются. Ну, чем я в дальнейшем буду заниматься. Мою работу в будущем. Ничего себе, вот университет МВД – это, кажется, так не по-женски. А почему ты выбрала это? Ну, не знаю. Ну, я люблю справедливость. Да. Мне нравится, как работает полиция. Я с детства люблю такие вещи. Девушка с улыбкой говорит, что студенческий десант для нее – отличное погружение в будущую профессию. Во время акции удалось даже поучаствовать в рукопашном бою. Теперь обход здания автовокзала. Здесь главная задача сотрудников – следить, не появится ли в поле зрения кто-нибудь из находящихся в розыске. А также смотреть, могут ли случиться неприятные инциденты. Например, из-за лиц состояния алкогольного опьянения. Впрочем, автовокзал – не единственная точка, где требуется усиленный контроль. Вот у нас есть на маршруте особо важные объекты, которые есть сбербанки, школы, магазины и госучреждения, которые относятся к особо важным объектам. А также автовокзал. Акция «Студенческий десант» действует не первый год. В основном ее участниками становятся учащиеся правового класса. В этом году они уже успели побывать на экскурсии в отделе ГИБДД на Ленинградской. Ребятам показали святую святых. Место, где будущие автомобилисты получают все необходимые документы. Паспорт транспортного средства. То есть вот он. Он выдается гражданину, который пришел зарегистрировать автомобиль. И это далеко не все. Впереди у ребят еще несколько дней практики в отделе МВД. И по завершении акции – экзамен в игровом формате. Алла Далматова, Маргарита Батыченкова, Андрей Анфалов и Евгений Жуков. Вести. Норильск. Сегодня во всем мире отмечают день ручного письма или день почерка. Дату рукописного праздника ввела Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. Когда это произошло, до сих пор загадка, как и то, почему почерк каждого человека неповторим. Или отчего, например, одни люди правши, а другие левши. Навыки рукописи мы осваиваем в начальных классах школ. А вот подготавливаем руку к письму. Начинаем в старших группах детского сада. Затем, как рождаются первые линии и крючочки, наблюдала Екатерина Луцев. Новые федеральные образовательные стандарты диктуют и новые подходы к обучению. Если раньше уроки письма в подготовительной группе проходили по аналогии с начальной школой, то теперь в форме игры. Еще несколько лет назад во многих дошкольных учреждениях Норильска работали по методике доктора Шулешко. В ее основе изучение понятий письменных букв. Теперь же лишь графические образы. Навыки письма мы закладываем в детском саду. Начиная даже с первой младшей группы, когда мы учим детей лепить, рисовать, держать правильно карандаш. Но в старших подготовительных группах у нас происходит обучение грамоте. Учим детей звуком, буквам. Штриховка и розчерки, изучение звуков, буквы и, разумеется, первые прописи. Умение ориентироваться на строку и в общем на лист бумаги для ребят первое серьезное испытание. Освоив его, на белом листе бумаги будут рождаться первые отголоски всего алфавита. Пока, правда, лишь в образах линий и закорючек. Но это только пока. Научиться писать – это трудоемкая работа. И ребенку приходится приложить немалые усилия, чтобы вывести или обвести, или провести по контуру. Соединить точечки. Требует внимания, сосредоточенности, терпения. Чем больше развита мелкая моторика, тем лучше развита и речь. А письмо, как известно, может помочь выразить свои мысли. Самый часто задаваемый вопрос родителей на тему письма – стоит ли переучивать левшу. После долгих споров и разногласий специалисты наконец сошлись в едином мнении. Не стоит. Если ребенку так удобнее, зачем вмешиваться в природу? При взрослении, правда, почерк поменяется. Графологи видят связь между особенностями почерка и чертами характера. Не случайно для многих специалистов письмо становится важным орудием в работе. Например, для криминалистов именно благодаря письменной речи они раскрывают самые запутанные преступления. От мошенничества до краж, составленными на месте преступления записками для отвода глаз. Подделать почерк практически невозможно, как и узнать личностные качества пишущего. А вот узнать об эмоциональном состоянии человека, его пол и примерный возраст – вполне реально. Печально, но растущая с каждым годом популярность электронных гаджетов уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Поэтому весьма вероятно, что в скором будущем письмо или открытка, написанное от руки, станут едва ли не самым желанным подарком. Екатерина Лолцев, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Мамонтенка Женю совсем скоро смогут увидеть посетители Таймырского краеведческого музея. Сейчас, после трехлетних исследований в Петербурге, завершается монтаж уникального экспоната. Слово моей дудинской коллеги Елене Закрыжевской. Мамонтенок Женя, случайно обнаруженный мальчиком Евгением Солиндером в 2012 году, наконец-то вернулся домой из долгой поездки в Санкт-Петербург. Там останки древнего животного исследовала группа палеонтологов и сделала массу уникальных открытий. Ученым удалось установить возраст животного, около 15 лет, и возможную причину смерти. Мамонтенок мог стать добычей древних жителей полуострова. На уцелевшем бивне имеются следы царапин и сколов, предположительно нанесенные человеком. Вот этот скелет уникален тем, что практически полная комплектация. То есть от одной особи практически все фрагменты скелета присутствуют. Вот это очень редко бывает в таком случае, потому что многие скелеты мамонта собраны из нескольких экземпляров, а вот здесь вот представлены. Потом очень интересно, что на этом объекте только один бивень. То есть животное было с детства ущербным, инвалидом. У него один бивень был развит, а один деформированный, альвеола. Из глыбы весом 700 килограмм, в которой в перемешку с грунтом находились куски шкуры, мягких тканей и кости, создали уникальный во всех смыслах экспонат. Одного только спирта для восстановления тканей древнего животного потребовалось целая тонна. Часть мышечных тканей, жировой горд, репродуктивный орган и межреберные ткани препарированы и будут представлены отдельно от чучела. Как утверждают музейщики, это единственный в мире экспонат, который создан из собственных костей и тканей мамонта. Последний раз подобная находка попадала в руки специалистов более ста лет назад. Елена Закрыжевская, Олег Гармаш, Вести Тайм. 23 января в Норильске ожидается облачная погода, временами снег, в горных районах метель. Ветер южной четверти 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью в горных районах порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 16 до 18 градусов со знаком минус.